Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире о приобретении гражданства Республики Западная Армения, заседание Совета Безопасности Республики Западной Армении, достопримечательности Республики Западной Армении, озеро Хайдар-Лар в Киликее, Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны как можно скорее возобновить диалог. Канада отозвала лицензии на экспорт продукции военного назначения в Турцию. Запрещенный роман Тотовенца Баку будет опубликован, в нем ни разу не упоминается Азербайджан. Айкмар Тиросян победитель международного турнира в Белграде. О приобретении гражданства Республики Западная Армения. Принимая во внимание заявление Национального Совета Западной Армении, все респонденты, которые могут доказать свою депортацию и могут подтвердить свое семейное происхождение даже несколько поколений назад, находятся под защитой Национального Совета Западной Армении. Национальный Совет Западной Армении гарантирует свободу и равенство всех своих граждан. Принимая во внимание заявление правительства Республики Западная Армения, принимая гражданство Западной Армении, лицо с честью заявляет, что ознакомился с Конституцией и подтверждает все условия, направленные на осуществление гражданских и политических прав армян Западной Армении. С гордостью заявляет, что один из его родителей армянин из Западной Армении и или переживший геноцид против армян. 13 апреля в Ереванском офисе Западной Армении прошло заседание Совета Безопасности Западной Армении. На заседании присутствовали президент Армен Акабра Амян, премьер-министр Седа Меликян, министр обороны Амик Саадян, заместитель министра обороны Сурен Шалмян и другие члены правительства. Тема повестки дня – военная доктрина. Участники обсудили взгляды на проделанную работу по поддержанию мира в регионе и консолидацию вооруженных сил, вовлечению возможных активных участников в эту работу, а также другие организационные вопросы. По словам участников, граждане Западно-Армении, а также Республики Армения, патриоты своей родины могут участвовать во всевозможных патриотических процессах. Ведутся работы по превращению вулканического озера Хайдарлару подножия гор Амонос в провинции Хатай-Киликия Республики Западно-Армении в туристическую достопримечательность. Образованная много веков назад в результате извержения вулкана озера Хайдарлар, расположенная в скалах, восхищает своей девственной природой и видом на горы Амонос. Вулканическое озеро, на котором водные ромашки цветут весной, это визуальный праздник, место, которое посещают любители природы и фотографы. Летом в озере существует проблема нехватки воды, которую лишают местные власти. Мы советуем гражданам Республики Западной Армении посетить Киликию, особенно озеро Хайдарлар, как уголок их родины. Если есть возможность, обязательно побывайте там. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны в Арцарском конфликте как можно скорее возобновить политический диалог на высшем уровне под их эгидой, говорится в совместном заявлении посредников. В своем послании сопредседатели Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Чафер из США, ссылаясь на свой мандат, подчеркнули, что особое внимание следует уделить достижению окончательного, всеобъемлющего и прочного урегулирования. В этой связи сопредседатели призывают стороны как можно скорее возобновить политический диалог на высшем уровне под эгидой сопредседателей. Они подтверждают свое предложение о проведении прямых двусторонних консультаций под их эгидой, чтобы стороны могли обсудить без предварительных условий, согласовать совместную повестку дня, отражающую их приоритеты, говорится в документе, размещенном на веб-сайте ОБСЕ. Посредники выразили удовлетворение усилением режима прекращения огня, заявив, что внимательно следят за выполнением договоренностей, достигнутых между сторонами 9 ноября 2020 года. 12 апреля министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил, что Канада отменяет разрешение на экспорт военной продукции в Турцию. Министр сначала напомнил, что в октябре прошлого года правительство Канады приостановило выдачу разрешений на экспорт продукции и технологии военного назначения в Турцию. Они ждали результатов расследования, которое должно было выяснить истинность обвинений в том, что канадские технологии использовались Азербайджаном в вооруженном конфликте в Арцахе. Это системы наблюдения и наведения, используемые на турецких беспилотниках Bayraktar TB2. Производство канадской компании L3Harris Westcam. Марк Гарно сказал, что такое использование их продукции противоречит внешней политике Канады и заверением Турции о том, что она будет конечным пользователем. Дашнакская мразь. Так однажды назвали литературного критика Ваана Тото Венца за написание романа Баку. Прозаик был арестован и расстрелян. Книга считалась запрещенной. Она исчезла из читательского стола на 90 лет. Одержимый прозой Тото Венца филолог Айк Серунян на первом курсе обнаруживает, что есть произведение любимого автора, которое он еще не читал и о котором даже не слышал. У нас есть такой замечательный роман. Мы его не публиковали более 90 лет. О романе почти не говорили и армянские литературоведы. В литературных произведениях такого великого человека, как Тамразян, есть всего 2-3 строчки, относящиеся к роману Баку, говорит Серунян. Роман состоит примерно из 600 страниц. В тот период произведение Баку можно было найти только в Национальной библиотеке. В пограничном экземпляре при условии, что он будет прочитан на месте. В романе говорится, что армяне имеют в Баку гораздо большее влияние, чем турки. Из этой книги можно понять, что Баку – это не Азербайджан, а азербайджанец – это обычный турок Кавказа. Мы не находим слово «Азербайджан» ни на одной странице или строчке романа. Предложение Айка Серуняна о переиздании трехтомного романа было принято издательским домом «Эдит Принт». Старший специалист по продажам и маркетингу издательства Давид Самвэлян говорит, что предпродажа уже идет. Отклик больше, чем ожидалось. Роман 2 на Тотовенце Баку будет находиться в читательском столе с 15 мая, трехтомник будет издан в одной книге. В рамках Белградского весеннего шахматного фестиваля прошел международный турнир Белградский весенний шахматный фестиваль, в котором приняли участие 107 шахматистов из 18 стран. Прекрасно выступили представители Армении Айк Мартиросян и Шант Саркисян, став соответственно золотыми и серебряными перезерами. Мартиросян с 8 очками занял первое место, а Саркисян отставал от него на полочка. Тройку лидеров замкнула представительница США Раивен Стеорт, набравшая 7 очков. Благодаря результатам зарегистрированных в Белграде армянские шахматисты улучшили свои индивидуальные рейтинги. Мартиросян на 10 очков, Саркисян на 6. Республика Западная Армения поздравляет армянскую молодежь и желает ей новых побед. Далет Леваз, Георг Хачеван, и Шаракан ансамбл «Ардмъа уним» Георг Хачеван, и Шаракан ансамбл «Ардмъа уним» Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала «Западная Армения». А на сегодня все, желаем вам всего хорошего!